Когда человек живет в низких вибрациях, низкие вибрации, вот эти состояния, они привлекают болезни и привлекают сущности. Позвольте мне объяснить это на примере. Вот представьте, вот этот желтый фломастер, это высокие вибрации. Что такое высокие вибрации? Вы можете в интернете посмотреть, здесь шкала вибрационная, в герцах измерили. То есть это радость, наслаждение, мир, покой, уверенность. Что такие низкие вибрации? Это депрессия, страх, чувство вины, чувство ни в чёмности, чувство позора, боль, депрессия. Так вот, слушайте, когда мы живём в атмосфере радости, когда мы живём в атмосфере любви, когда мы живём в атмосфере наслаждения, эти вибрации привлекают ангелов. И ангелы, как пчёлы на мёд, приходят в твою жизнь. И они приходят, и они радуются вместе с тобой, и они содействуют тебе, и помогают тебе, вдохновляют тебя, и содействуют тебе твоей миссией. Верное и обратное, когда ты живёшь в атмосфере страха, вины, беспокойства, злобы, непрощения, депрессии, эти вибрации привлекают сущностей нижнего мира, нижнего астрала. И они питаются этой энергией. Они питаются этой энергией. И ты кормишь их своими низкими вибрациями. И происходят две вещи. Либо они просто забирают твою энергию, и твоя жизнь становится ещё хуже, 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 и ты заболеваешь. Либо ещё худший вариант – они подселяются внутрь тебя, вызывая различные заболевания. Ну, например, доказано, что болезни суставов, артриты в большинстве случаев связаны с обидой, чувства обиды. То есть человек живёт в вибрациях обиды, непрощения, да, и заболевает. Вы знаете, я хочу сказать вам, что болезни – это не просто что-то абстрактное. Болезни… У меня произошло такое, знаете, расширение сознания, когда я понял, что болезни – это как живое существо. Вы знаете, что болезни могут реагировать? Это определённая энергоинформационная структура, очень высокоорганизованная. Болезни могут слышать, болезни могут реагировать. Если кто читал Библию, вы знаете, что Иисус иногда разговаривал с болезнями, Он изгонял их, Он говорит, выходите. С болезнью разговаривал, как с живым существом. Он говорил, дух немощи, дух болезни. Вроде бы это была болезнь, Он говорил, ты дух немощи, дух болезни, выйди. И вы знаете, не только Иисус это признавал и говорил. Если кто изучал шаманизм или знает, как действуют шаманы, шаманы относятся к болезням, как к живым существам. И они делают обряды, они входят в транс. И они, если к ним человек приходит за исцелением, они выходят в телепатическую связь с болезнью, они договариваются с духом болезни, они договариваются с болезнью. И они вытягивают эту болезнь либо на себя, либо на какое-то животное, чтобы утилизировать. То есть они договариваются и разговаривают с болезнью, как с живым существом. Дорогие, вы должны понимать вот этот принцип, что когда вы находитесь в атмосфере радости, наслаждении, принятия, благодарности, вы находитесь в зоне защиты, вы недосягаемы для сил зла, вы недосягаемы для демонов, для сущностей, для болезней. Это знаете, на что похоже? Но когда вы опускаетесь в атмосферу тревоги, страха, беспокойства, саможалости, обиды, позора, вы легкая добыча для болезни, немощи и сущностей. Это похоже, знаете, на что? Ну, например, если ты опустишься в океан, тебя растерзают акулы. Но если ты из океана будешь летать по небу, в другом, в другой атмосфере, то акулы тебе не страшны. Скажите, орел боится акул? Скажите, даже воробей боится акул? Нет. Почему? Потому что воробей живет в атмосфере, где акулы не живут. Чтобы воробью столкнуться с акулами, ему нужно в океан нырнуть. Понимаете? Человек, он меня спрашивает, какая лучшая защита от порчи, от болезней, от проклятий. Самая лучшая защита – жить в атмосфере радости, наслаждения, благодарности, удовольствия. Это та атмосфера, где поток Творца, ангелы, архангелы, помощь рода, защита высших сил, вознесенные наставники, учителя. Но когда ты спускаешься в атмосферу горя, непрощения, злобы, ярости, похоти, всякого зла – это там, где находятся демоны болезни, духи немощи, ляруи. Все плохое. Поэтому это важно понимать. Если ты живешь в негативе, ты становишься донором для сущностей, ты становишься донором для демонов, как минимум отдаешь им свою энергию, а не откачивая. Так вот, моя мысль, мысль этого пункта – жить в радости, жизнь в позитиве – это не вопрос выбора. Некоторые говорят, ну я вот кто-то радостный, а кто-то нерадостный. Это не вопрос выбора и позитивного мышления. Жить в высоких вибрациях – это вопрос здоровья, это вопрос жизни и смерти. Однажды я проводил семинар, и кто был на моих живых семинарах, или кто приедет, будет участвовать. Я провожу там сессию исцеления, направляю поток на те места человеческого тела, которые нуждаются в исцелении. И вот люди по очереди подходят, и подходит одна женщина взрослая, и она говорит, у меня очень сильно болят колени, у меня очень сильно болит спина, помогите мне, пожалуйста. Я поднимаю руку, чтобы направлять поток, и у меня ангел стоит, и опускает руку, говорит, она не выздоровеет. Я говорю, почему? Она говорит, она не выздоровеет. Я спрашиваю, почему? Тут прям фактически не дают ее лечить. И я слышу, мне прощение. Я обращаюсь к этой женщине, говорю, мне говорят, что у вас не прощение, и вы не выздоровеете, вам нужно кого-то простить. Вы знаете, она посмотрела на меня так вот, как на дурня какого-то. Типа, молодой человек, я пришла сюда, приобрела билет, давайте лечите меня, подставляет спину. А у меня ангелы руку опускают, говорит, она не выздоровеет, не прощение. И не признается в этом. Я тогда говорю, так как у меня есть ясновидение, я спрашиваю у ангелов, покажите мне точно, что за непрощение. И мне говорят, и я обращаюсь к ней, говорю, скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с вашей свекровью? Я спрашиваю у нее, скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с вашей свекровью? Она говорит, а у меня с этой скотиной, с этой тварью вообще никаких отношений нет. Я объяснил ей, что пока, если она не простит свою свекровь, она находится в духовной клетке, она связана с ней, и она не может выздороветь. И я продолжил свой сеанс, свой семинар, и ей понадобилось полчаса сидеть, чтобы принять решение простить, она не могла даже сразу простить. И когда только она простила эту женщину, это, знаете, сверхъестественно был плач, она наплакала там, ну, большую бужу. И после этого я ей служил на правильный поток, и боль моментально ушла. Дорогие, это реальный случай с практикой. Вот непрощение, вот эти низкие вибрации, непрощение, вот этого обиды, вот этого зла, когда ты ненавидишь, это конкретно было причиной болезни в этом случае. Поэтому переезжайте в духовно богатый район, переезжайте в высокие вибрации, переезжайте в вибрации радости, наслаждения, успеха и удовольствия.